Слово о встретении Господа нашего Иисуса Христа, а также о Богородице и о Симеоне. Господь наш Иисус Христос не только облекается плоти, но и согласно законам обрезывается, чтобы отнять предел иудейского неверия. Он идет к закону ради закона, чтобы через веру освободить учеников от закона, и принимает плоть, и обрезывается вместе с иудеями. Он имел общение в плоти, имел общение и в обрезании. Укрепил родство, чтобы они не отреклись от происходящего от Давидова семени Христа, которого и ожидали. Показал доказательства родства. В самом деле, если они говорили, хотя он и был обрезан, не знаем откуда он, Иоанна 9,29, то если бы он не был обрезан по плоти, отрицание их имело бы основательный предлог. Итак, когда исполнилось восемь дней, принесли его обрезать. Дитя, Иисус ожидал увеличения органа. Когда исполнилось восемь дней, так как закон повелевает обрезать восьмой день. Если наступит восьмой день, то выходит на середину врач и берет в руки железное орудие, и проявляет свое искусство, и ради обрезания пренебрегает в субботу. Спросим же иудеев, суббота покой, этот день совершенный отдых. Почему восьмым днем вытесняется седьмой? Почему восьмой день становится выше седьмого? Но иудеи, конечно, не знают об иудейских делах. Церковь же Христова знает Христа и иудейские учения. Дитя обрезается в восьмой день, потому что в восьмой день надлежало быть воскресенью, то есть Господнюю обрезанию всего мира. Почему не повелел Моисей обрезывать в шестой день? Почему не в девятый или десятый? Ясен восьмой день, в который воскресает Господь. Итак, если кто не верит в воскресенье, тот не обрезан сердцем, отчужден от Бога неверием. Обрезание же – истинное познание и понимание веры. Поэтому, возлюбленный, обрезание передается верным через посредство святого крещения. А святое крещение – образ Христового воскресения. Поэтому, перейдя от плоти к духу, от телесного возвысьте до духовного, и ты найдешь там плотское обрезание. А здесь – духовное и очищение грехов. Восьмой день обрезания. Восьмой также и воскресенье. А крещение – образ воскресенья. Восхождение бывает от малых вещей к большим, а к телесной – к более духовным. Поэтому пусть придут иудеи и преуспеют, так как надлежит преуспеть по сравнению с телесным, а не оставаться при одном и том же. Конечно, Господь наш Иисус Христос, пришедший не нарушить закона, но исполнить, был обрезан вместе с иудеями. Посему, Евангелист и говорит, когда по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его воскресенье. Лука 2, 21. Мы называемся после рождения. Иисус же называется прежде рождения, потому что он был прежде зачатия. Иисус же был назван, потому что имел дело с Спасителем. И когда, говорит, Писание, исполнилось время очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Чьего вы очищения? Марии и Иосифа, потому что закон повелевал жене, родительнице, пребывать особо очистых, выжидать известные дни и не выходить из дому. Итак, когда исполнилось дни очищения по закону Моисееву, хотя это не было необходимо для Девы, но однако исполнялся закон. Принесли его в Иерусалим. Что представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. Где речь о телесном очищении? Писание говорит по закону Моисееву, где о представлении святого, говорит, как предписано в законе Господнем. Не потому что закон Моисея не был законом Господнем. Ведь если говорит пророк, ведя речь при содействии Духа Святого, говорит не сам, но Господь внушает. Но однако, так как и очищение имело телесный образ, то Писание говорит о Моисеевом законе. А так как предстояло дитя, первородное, то говорит по закону Господню, почитая рождающиеся. Итак, это слово и есть закон, и причина закона. Все полагалось ради имевшего разверзать ложесна. Все первородные существа из животных и людей никогда не разверзали ложесн, но были только первородными. Кого же родила дева? Один только он разверз ложесна. Итак, обращая внимание, прошу, на учреждение всего закона ради того только, кто имел родиться от девы. Откуда же иудеям возможно было понять это учреждение? Будучи плотскими, они как нельзя более далеко отстоят от того, чтобы постигнуть мысли, требующие духовного понимания. Затем приходят они принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубинных. Случилось же и это прообразовательно, согласно законам, чтобы не пропустить ничего в законе неисполненном. Эти иносказания согласны законам, но перейдем к евангельскому повествованию. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Был старец Симеон, и он ожидал исполнения благовествования. Он оставался в храме, говоря с самим собой так, где бы он ни родился, во всяком случае сюда придет. Этот старец пришел по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на нем законный обряд, он взял его на руки и благословил Бога. Часто он приходил, но по своим делам. Тогда же руководимый Духом Святым благовременно приходит, чтобы исполнилось обещанное ему. Он принял Иисуса. И говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, миром. Откуда отпущаешь? Из-за рва этой жизни. Потому что печальное обстоятельство ее. Жизнь эта темница. И так он желал быть отпущенным. Если же кто считает удаление отсюда наказанием, тот еще не совершен в вере. И вот он говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели, отче мои, спасение твое. Потому что явился имеющий принести мир миру. Пришел миротворец, соединяющий небо с землею. Явился делающий землю небом через посредство евангельского учения. Симеон восклицает. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели, отче мои, спасение твое. Что значит сказанное им? Это значит, прежде я веровал мыслью и знал по мышлениям. Теперь же увидели и глаза мои, и то, чего я ожидал сердцем. Вот, увидели мои глаза уже совершившимся. Что же? Ибо видели, отче мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Ни одного народа, не Израиля только. Но пред лицом всех народов. Потому что родившийся учитель всей вселенной. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля. Почему свет? Потому что народы пребывали во тьме. И потому он просветил погруженные во тьму племена. Свет просвещения язычников и славу народа твоего, Израиля. Здесь слава и там откровение. Там начало поучения, а здесь последующее учение. Славу людей твоих, Израиля. Ну, конечно, кто-либо скажет. А где израильтяне? Ты имеешь Петра, имеешь Павла, имеешь Иоанна, имеешь три тысячи человек, имеешь пять тысяч человек, имеешь Иерусалимскую церковь, имеешь уверовавших из иудеев, так как из числа уверовавших был и этот народ. Если бы не Господь Саваоф оставил нам семени, то как Содом были бы мы и как Гамора уподобились бы. Исайя 1.9. Бог говорит, потом я оставил себе семь тысяч мужей, которые не преклонили колено перед Ваалом. Таким образом, в этом народе сохранилась семя веры. И не погиб весь народ, да не будет. И не погибли все иудеи, так как и теперь в этом блаженном состоянии и звании, хотя много званых, но мало избранных. Христос призвал всю вселенную и приготовил святую пищу и Евангелие. Но когда приеду второй раз, то войдет и сделает выбор из заботливости и следует возлежащих. Если найдет, что кто-либо из возлежащих не имеет брачного одеяния, то скажет ему, друг, как ты вошел сюда без брачного одеяния? И отвергнет его, подобно тому, как мы слышали в Евангелии. Итак, и там был выбор, и здесь будет выбор. На основании того, что мы призваны, уже ли мы должны вести себя надменно, как будто достигшие совершенства? Падение первых людей да будет нашей безопасностью. Таким образом, возлюблены. И этот народ погиб невесть. И невесть он развратился, и невесть проявил неверие. И невесть преследовал апостолов, но через апостолов уверовали три тысячи, кроме женщин и детей. И в Иерусалиме произошла многотысячная церковь, когда храм еще не был разрушен, когда иудеи еще не были изгнаны, когда Иерусалим еще не был предан о разорении. Была создана церковь, и слова Иоанна оказались очевидной истинной. Ему подобает расти, а мне умолять я. Поэтому Симеон, будучи пророком, говорит «Славу людей твоих, Израиля!» Славой ожидающих была встреча того, кто ожидался. Иосиф и Мария прославляют сказанное. Ангел благовествовал. Волхвы познали. Пастыри слушали. Воинство ангелов торжествовали. Звезда сверху указывала. Симеон пророчествует. Анна, дочь Фануила, пророчествует. Земля радовалась. Небо через посредство звезды возвещало. Волхвы отказались от повиновения Кирану. Пастыри поклонились архипастырю. Все узнала. Мать узнала. Иосиф услышал. Трепетали при таких делах по исходе дел. Они поняли. И благословил их Иосиф. И сказал Марии. Все лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. На чье падение? Ясно, что неверующих. Пререкающих, распинающих. На чье восстание? Пререкания. Признающих и благоразумно исповедующих его. Пререкания. Какое пререкание? Знамение. Знамение Креста. Которое Церковь знает как спасительное для мира знамение. Против которого враждует иудей, которая часто возвещалась и небом. Пререкание же встречает это знамение. Потому что победила истина. Потому что без пререкания победы не бывают полные. Надлежало, чтобы возымело место пререкания. Для того, чтобы судья долготерпеливо произносил суд в течение всей вечности. Поэтому Писание говорит и в предмет пререкания. Пререканием же обнаруживают неверующие. И ты, говорит Писание, считаешься его матерью. Итак, окажешься ли ты неподверженной искушению после того, как исповедала, что ты мать? После того, как родила его? После того, как, полагаешь, вместила его на время своей утроби? Чрево твое было сосудом действия духа. Прибудешь ли неподверженной искушению после того, как садилась Богородицею? После того же, как, будучи неискусобрачной, зачела? После того, как садилась матерью своего Творца? Прибудешь ли ты неподверженной искушению? Даже и ты не прибудешь неподверженной последнему. Но и тебе самой оружие пройдет душу. Да откроется помышление многих сердец. Почему, Господи? Чем я согрешила? Ты, конечно, ничем не согрешила. Но когда увидишь, что он висит на кресте, когда увидишь, что он страдает за мир, когда увидишь, что руки его распростерты на кресте и пригвождены на древе, тогда ты начнешь сомневаться и говорить, «Уже ли это тот, о котором беседовал со мною ангел? Уже ли это тот, по отношению к которому случилось мое чудесное зачатие? Я была девой и родила, и осталась с девою. Почему он распинается? И тебе самой оружие пройдет душу». Итак, никто не прибыл неподверженным искушению согласно с пророчеством праведного Симеона. Петр Верховный из апостолов трижды отрекся. Прочие ученики, оставив Христа, убежали. «Пастырь не имеет нужды в защите со стороны овец, прогоняя волков. И поборник не имел нужды в помощниках, но все отступили. Христос же был один, только как бы висящий овен». Намек на Авраама. «Итак прошло оружие и ее душу, именно искушение и сомнение. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Итак, Иисус страдает для изобличения неверия, для утверждения благомыслия верующих. Предмет же, знамение, здесь встречает привлекание, чтобы изобличены были привлекавшие по причине своей порочности. Если бы истина не встречала себе со стороны людей никакого прикословия, то и благочестие должно было бы быть неиспытанным. Допущение же привлекания делает то, что избирается, истина уже испытанная. Знамение встречает в себе привлекание, так как иначе каким образом были бы испытаны во время преследований мученики? Каким образом они состязались бы, показывая себя победителями, благодаря своей твердости? Смотри, как много пользы принесло привлекание. Оно соделало не просто верных, как иной, быть может, скажет, но и таких свидетелей, которые шли вперед до мучений и смерти, и своим терпением представляли доказательства в пользу Христовой благодати. Итак, когда Симеон говорит, лежит сей нападение на восстание многих во Израиле и в предмет привлекания, то должно думать, что он ни падение не производит, ни восстание насильно не обуславливает, но лежит нападение для тех, что спотыкается о камень преткновения, на восстание же для верующих по своей доброй воле. Лежит, как если бы кто сказал. Восстивает свет, чтобы видели те, кто здоров, а чтоб больные глазами еще больше убежали от лучей света. Каким же образом? Пали бы одни, которые были бы достойны изобличения, а другие восстали бы по своей воле, имея добрые надежды, если знамение не было привлекаемо, как говорит Симеон, из знамения в предмет привлекания, что привлекание не показалось странным для верующих. А что даже истина Божия встречает в привлекании, в соизволении Бога, это ясно, так как никто не мог бы проявить противоречия, если бы не позволял Богу. В соизволении же это необходимо, чтобы стали очевидны достойные. Будет время, когда уже не останется места для привлекания, потому что когда воссияет с небес знамение, тогда филиппийцам 2.10 «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Самое знамение до тех только пор и является и служит знамением, и бывает знамением пререкаемым, пока никоим образом не виден тот, кто знаменуется. А после того, как сам знаменуемый откроется при своем втором пришествии, то уже никто не дерзнет противоречить знамению, так как знаменуемый явится против привлекающих, имея очевидное для всех божество. Тогда принявшие знамение будут прославлены тем, кто был знаменуем, а прикословившие знамение будут осуждены явившимся, и когда настанет конец привлеканию, конец заблуждению, конец сомнению, конец неверию, начало же наград за подвиги и венцов, которых, ой, если бы все мы достигли во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь.